Субтитры создавал DimaTorzok 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 Правильно вас понимаем? Ну, я вам больше скажу Сейчас у магазинах у дома Согласно нашей информации По нашему анализу Более 50% Это отечественное производство Ну да Это продукты питания Да Но у них же есть Ещё непродовольственные товары Да, 20% А касса содержания Должно быть 20%, да? Да Замечательно Подожди, подожди, подожди Ещё скажите, пожалуйста Критерий, по которым У вас же есть какой-то чек-лист По которому предприниматели могут получить этот грант? Это не грант. Ну хорошо, это субсидирование под 6%, да? Нет, тут будет такая ситуация, мы, государство будет субсидировать 10,75% государства, а все остальное будет налагаться на самого предпринимателя. То есть если 24% у банка, то государство 10,75%, а все остальное предприниматель, то есть это 13,25%. Нет, ну на сегодняшний день, согласно, на сегодня, вот, прям на сегодняшний день, банковская ставка, если мы так берем... Средняя 24%. Здесь 75%, но мы считали где-то 8-8,5% это переходит на субъекты бизнеса. Отлично. Я просто телезрителям напомню, что мы в прямом эфире. Пока мы не можем вам показать номер WhatsApp, я скажу 3,7-646-95-97. Пишите, есть ли у вас вопросы по этой теме, которую мы сейчас обсуждаем. Есть один вопрос, я его зачитаю. И это Мурат Абдурахманов нам пишет. Добрый вечер, почему ставки к кредитованию, они связаны с рентабельностью производства товаров? Ну вот такой вопрос. Да, вы пока подготовьте ответ. Только хотела сказать на это. Да, да, да. Смотрите, коллеги, на самом деле, в целом... Программу поддерживаете? Это все здорово и замечательно, программы нужны, но из нашего волшебного опыта мы великолепно знаем, что по программе «Домо», обычно даже если люди проходят, они деньги получают через год и два. То есть финмодель, когда до них доходит эта очередь получить именно под эту программу, финмодель уже не соответствует. У нас уже техусловия не те, у нас уже там товар по другой цене, таможня выросла, ставки, курсы и так далее, и так далее. И не всегда получается рентабельно взять ту сумму, которую ты заказал сейчас, через год или через два. Это во-первых. Во-вторых, естественно, имеют место быть коррупционные риски, потому что мы не понимаем четкие рамки этой программы, какие документы должен предъявить предприниматель, какие не должен и так далее. Очень важно, что когда предприниматели берут такие кредиты, как правило, они не всегда понимают свою финмодель, рентабельность производства, не всегда знают себестоимость своего товара, продаваемого. Но если они придут в дому, там им все объяснят. Все отлично, я это все понимаю, но мы же знаем в основном, как это все получается. То есть, еще раз повторюсь, даже та финмодель, которая была сегодня актуальна, условно они не пройдут сегодня, но очередь-то у них будет, и они, возможно, этот же грант или, прошу прощения, эту субсидию получат, допустим, через год или через два. У нас же обычно так, деньги выдаются, буквально через несколько секунд их уже нет, они уже раскидались по всему Казахстану. Очень не совсем понятная ситуация, что государство хочет, какую проблему государство хочет решить этой помощью. Поддержка, я так думаю, что если у нас сейчас, что у нас торговля внутренняя, там 14-15% ВВП, да? Нет, нет, нет. Вот, наверное, там сделаем, а сколько? Внутренняя торговля, если это брать микро, малый, средний бизнес и крупный, то да. А если мы берем только нас микро, малый и средний, это примерно 5,5-6%. Ну вот, наверное, вырастить в два раза, как минимум, наверное, надо за год, за два. Давайте немножко добавлю, да, в этом, то, что вы говорите касаемо денег, деньги будут выдаваться, и они будут получать уже сразу. На сегодняшний день у нас пул проектов уже имеется, проработанный. Он состоит из 711 проектов, которые через банки второго уровня. А скажите, пожалуйста, когда программа, сейчас одну секунду и все, когда эта программа была придумана и введена, если уже 711 проектов есть? Ну примерно, они же ведут статистику. Ну я понимаю, ну когда это? Мы в прошлом году начали работать в данном законодательстве, по данному норме, закону, чтобы получить компетенцию в прошлом году. В этом году, согласно данного законопроекта введения бизнеса от 6 апреля, как я говорю, я повторюсь, мы данную компетенцию получили, мы ее прорабатывали, заранее мы встречались и банками второго уровня, и дому прорабатывали, да. Это весь механизм отработанный. Почему дому? Потому что дому уже на сегодняшний день работает по всем другим мерам господдержки, инструментов, которые в рамках дорожной карты бизнеса и так далее, министерства национальной экономике, которые предоставляются. Так вы и говорите, что в вашей программе с такого-то месяца, но из-за того, что у дому есть база, мы уже примерно знаем, на какие проекты ее распределить. Нет, ну давайте я вам объясню, почему... То есть новенькие не попадут? Нет, ну как, кстати, как, должны попасть, обязаны. Он же говорит 711, какие-то 4, ну 4 ярда всего, это же копейки. Да, давайте, да. Честно, да, извиняюсь, конечно. На сегодняшний день, я говорю, это пул проектов, пул проектов, которые сейчас прорабатываются, они предоставляют документы, соответственно, приходят определенные критерии, правильно? Соответственно, требованиям норм и правил, где установлен определенный порядок предоставления документов и получения данных сумм кредита. Вместе с тем, на сегодняшний день, это на этот год 4,1 миллиард тенге, которые мы должны освоить до конца года. Вместе с тем, на следующий год, это будет где-то в районе 5,8 миллиардов тенге дополнительных и на 26-й год переходящий, это 8,7 миллиардов, где-то можно ошибаться, 8,6 миллиардов. Мы успели сейчас, пожалуйста, на следующий год. Это здорово и классно, что предприниматели, которые сейчас уже стоят в очереди в дому, да, они получат вот из этой суммы деньги, да, но новенькие уже не получат. Теперь у меня самое интересное. Давайте вопрос, да. Теперь у меня... Вы можете гарантировать, что стартап какой-нибудь торговый, айтишный... Который сейчас только будет подаваться, да. Если он будет соответствовать нормам, он получит, естественно. Потому что вы поймете, что 4,1 миллиарда тенге – это сумма субсидий и сумма гарантирования, но сам пул проекта, он может быть большой. То есть сам партнер. До какой и до какой суммы будут выдаваться деньги? Так, я давайте объясню. В городах республиканских, точнее, не республиканских, в городах, а в областных центрах эта сумма будет до 3 миллиардов тенге, сумма проекта одного. А дают всего 4. Нет, подождите, я говорю, с чего проекта? Из них только субсидирование, часть, да, и гарантирование. А в селах, в многих городах это будет 1,5-1,5 миллиарда тенге. То есть это определенная сумма денег, и еще эту сумму денег до конца года мы должны еще освоить. Я пришла, у меня 4 миллиарда проектов, сколько вы мне дадите? Из него, из 4 миллиардов. Я по всем прохожу, по всем критериям, вот я классная. Сколько вы мне дадите из 4 миллиардов? У вас проект будет на 3 миллиарда, вы тогда будете соответствовать. Если у вас проект будет на 4 миллиарда, вы не будете соответствовать. Хорошо, у меня проект на 3 миллиарда, сколько вы мне дадите? Вот от него процент ставки, 10,75% мы будем оплачивать. Государство будет оплачивать. То есть вы мне дадите 40 миллионов тенге? Ага. Тоже хорошо. Какой процент? Это уменьшается. На вас будет, государство будет за вас закрывать 10,75%. А, все понятно. Прикольно. На вас будет ошлашившаяся сумма. А теперь вопрос. Наводнение, землетрясение, я не знаю, ну не дай бог пандемия. Если вдруг я не смогу выполнить обязательства, какие штрафные санкции ко мне как предприниматели будут приняты по данной программе? Так, здесь, так как вы будете их получать через банки второго уровня, у вас будут свои договорные страховые отношения и по ним вы будете прорабатывать. Если я через дому не выполню, я же через дому тоже буду получать эти 10,75%. Дому буду перечислять, да. Ну вот я не выполню. Что нам пишут телезрители? Спасибо, что вы на связи. У многих сохранен телефон, пока мы не можем его на экране показать. Пишите, это прямой эфир. Так, сейчас идут задержки по возмещению части процентной части кредита во многих регионах. Зачем новую программу создавать, если старые не работают до сих пор нормально. По Алматы задержки идут уже четвертый месяц, пишет нам телезритель. Далее, добрый вечер, предлагаю на деньги, выделяемые государством, выкупить все частные рынки и сделать их без аренды. Сейчас это главная проблема инфляции на наших рынках. Вот такой момент. А у нас еще рынки по налоговому кодексу сейчас на НДС будут, поэтому еще больше будет. Они не входят в... Добрый вечер, снова открывают еще одну лавку кормовую, не могут взять один алгоритм действия, начали поддержку по развитию, вышли на показатели, не на бумаге, как придут отчитываться. Пусть пример берут из Сингапура, где дело бьется с возможностями. Сомнения у телезрителей, я так понял, да? Что это принесет пользу. Вот у вас какие индикаторы, когда вы эту программу... Это сила же. Да. Вот теперь давайте я вам объясню, мы хотим, у нас есть на сегодняшний день задача увеличить современный формат торговли. Почему мы именно эти программы взяли? Потому что именно эти модернизации рынков, реконструкция, расширение торговых объектов. Вместе с тем, те же самые, тут оборотные, пополнение оборотных средств, IT-программ, магазин, то есть должно увеличиться количество современных форматов, то есть увеличиться доля современного бизнеса и сделать возможность для бизнеса. На сегодняшний день субъекты торговли просто прийти в банк и получить там за 20% ежегодно, допустим, процентной ставки, это для них очень сложно. И таким образом проводить какую-то модернизацию. Естественно, мы по данным модернизации, как вы сами знаете, до 2026 года мы должны пройти модернизацию торговых рынков, которые у нас в соответствии с ДРК на сегодняшний день есть. Но базары, а ТРЦ нельзя? Базары можно и ТРЦ нельзя? ТРЦ нельзя. Торгово-развлекательные центры нельзя, да, только торговые рынки, да, модернизация рынка и ТРЦ. Хорошо, давайте, да, голос бизнеса, что бы вы внесли в эту программу? Она впервые реализуется, давайте посмотрим, какие можно поправки сделать. Друзья, смотрите, вот коллеги, зрители абсолютно верно говорят, что очень много сомнений, по многим программ до сих пор не выполнены обязательства, по многим нет субсидирования, некоторые по 2-3 года в очереди ждут. Понятно, Астана, Алмата, Чемкент, Караганда, города, в которых в принципе программ не бывает. У ДОМОИС очень много, вот мы общепит, мы не входим в программу ДОМО, но в регионах есть программы специальной поддержки. Все это здорово и классно, но вот смотрите, мы даем даем всего 5% от всех налогов, это микро, малый и средний бизнес, казну государства. У нас был классный розничный налог, но сейчас его и упрощенки не будут, будет гибрид, называется специальный налоговый режим. До 135 тысяч МРП это будет ставка 2,4% по B2B и до 600 тысяч МРП, спасибо, что услышали, но ставка волшебная с 4 до 12. Чтобы вы понимали, эффективная ставка по НДС по состоянию на 2022 год составляет всего 3%, это крупный бизнес платит 3%, а мы микро, малый и средний должны платить 12. Я считаю, что если бы министерство торговли, наша мама, наш папа, я не знаю, общепита и в принципе всей торговли в целом, сейчас настояли бы на том, чтобы убрать вторую ставку, помочь бизнесу, и как мы предлагали, если это 2% без бухучета до 135 тысяч МРП оставить 2%, до 600 тысяч МРП оставить 3%, и средний бизнес, как сказал наш глава государства, с 7% повысить долю до 15%, только средний бизнес, то эту ставку оставить на уровне 4%, без второй дополнительной ставки. А самое важное, мы же даем рабочие места, сейчас в данном розничном налоге, помните, да, мы делали это за минусом фод, нам дали еще классно банкротство физических лиц, правда, к сожалению, банкротство происходит в течение 6-12 месяцев, это очень долго, но все равно есть за минусом фод, и это очень классно, что такая большая нагрузка, потому что фод это основная, 30% от оборота, как правило, это фод примерно около 30%, поэтому это очень здорово, когда мы взаимовычитом это можем брать, и на бизнес уже не такая тяжелая нагрузка. Если бы сейчас комитет торговли в лице Армана Баевича сказал, так, оставьте в покое микро, малый и средний бизнес, дайте им поработать, нам обещали, помните, да, мы вот здесь с господином Нуржановым сидели, он нам обещал 5 лет розничного налога, в итоге общепит только год поработал, все остальные поработали только полгода, да, ни статистики, ни экономики, ни цифр, ничего нет, с чего они решили, что это невыгодный налог? Уже более 50 тысяч объектов зашло в розничный налог, из них 35 только общепит, у меня всего 78 тысяч объектов общепита, из них 35 зашли, это круто и классно, что половина общепита поверила государству. Хорошо, да, я понимаю ваш комментарий, это действительно важно, в том числе для объектов торговли, мне подсказывают, есть мнение нашего экономиста, поставьте, пожалуйста, вот что он думает по поводу этой госпрограммы новой, которая будет сейчас реализовываться, пожалуйста. Проблемы господдержки торговли, это, наверное, не всегда на таком уровне поддерживалось, это фактически впервые, хотя так или иначе косвенно государство всегда оказывало помощь, но можно сказать, что в принципе это для нас революционная ситуация, по большому счету, сами суммы, они не совсем большие, но в то же время, наверное, она может помочь нашему бизнесу. Ну, например, я знаю, что если как пример брать в свое время, почему у нас, например, в Казахстане, почему в каждом есть торговом центре турецкие мастерские, салоны красоты, потому что им правительство оказывает финансовую поддержку в плане аренды помещений. С этой точки зрения, я думаю, в принципе, вполне поддерживают. Единственный вопрос необходимый. Да, пожалуйста, если можно, ваш комментарий, вот то, что экономист говорит, в принципе, плюс, то, что мы поддерживаем все-таки. Да, данная мера у нас первый раз, и таким образом, мы на сегодняшний день, весь бизнес может обратиться в банки второго уровня, также фонд ДОМО, также местные исполнительные органы, Акиматы, также территориальные департаменты нашего министерства могут разъяснить, дополнительную информацию предоставить. Как бы мы готовы, мы открыты, мы в этом направлении работаем, на сегодняшний день мы будем двигаться совместно с ДОМО и также нашими со всеми госорганами вместе для поддержания отечественного бизнеса и таким же образом увеличивать и улучшать форматы торговли. Что хотела бы я сказать. Минута. На самом деле Арман Абайевичу огромное спасибо, потому что... Кто это? Арман Абайевич это министр торговли. Вот так и говорите. Он на самом деле нас слышит, спасибо за 10%, в котором мы наконец отвоевали, и Айжан Идиловни за вот эти вот все классные и очень интересные проекты, потому что очень много зрителей даже не представляют, какая бешеная работа ведется, и на самом деле проектов очень много. Так вот, самое главное, чтобы эти проекты дошли до конечных потребителей, которые реально в этом нуждаются. А я бы хотел увидеть эффективность, я надеюсь, у вас есть механизмы, как отслеживать это все. Деньги дали, а куда они пошли? А давайте попросим через год проверить эффективность. Обещаете? Да, процедура будет вся прозрачная. Дадите статистику. Все будет видно, и все эти процедуры мы будем непосредственно контролировать, естественно, это деньги, государственные деньги. Ждем через год со статистикой. Хорошо, спасибо большое за обсуждение, и вам, дорогие друзья, за то, что смотрели, за ваши вопросы. Я вас благодарю, это была программа «Время говорить». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова